Если вы ищете новые популярные фильмы для просмотра, вы попали по адресу. Это фильмы, которые покорили миллионы зрителей Netflix по всему миру своими удивительными историями, героями и эффектами. Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern. И сегодня я расскажу вам о самых просматриваемых новых фильмах Netflix. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Новый хит Netflix – фильм «Убийца» режиссера Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли. Основан на серии французских графических романов Алексиса Нолента и Люка Жакамона. Он рассказывает о профессиональном убийце, который не смог выполнить свое новое задание – убить политиков Парижа. В наказание заказчик решил устранить его вместе с его девушкой, живущей в Доминиканской республике. Узнав об этом, убийца начинает жестокую месть, уничтожая всех, кто в этом замешан. Очевидный плюс для поклонников актеров – Фассбендер в этом фильме великолепно сыграл роль человека, который теряет контроль над реальностью, борется со своей совестью, своими чувствами и своим истинным «я». Финчер, как всегда, продемонстрировал свое мастерство в жанре. Он создал визуально потрясающий атмосферный фильм, который не отпускает зрителя до конца. Оператором выступил Эрик Мессершмидт, который получил Оскар за работу над предыдущим фильмом Финчера Манк. Картина отличается изысканной элегантной кинематографией, которая контрастирует с роскошными и мрачными локациями, по которым перемещается убийца. Он также поражает своими захватывающими оригинальными боевыми сценами, показывающими умение и изобретательность главного героя. Пожалуй, его можно смело назвать обязательным для просмотра всем поклонникам Финчера, Фассбендера и серии оригинальных графических романов. Но прежде чем мы перейдем к следующему пункту, у меня для вас кое-что есть. Зарегистрируйтесь по уникальному промокоду или ссылке в описании, и получите 35 дней подписки на сервис ОККО всего за 1 рубль. Это отличная возможность познакомиться с сервисом, в котором можно смотреть сотни фильмов, сериалов и мультфильмов, в том числе в 4К качестве, с потрясающим звуком и без рекламы на пяти ваших устройствах. А еще там есть крутой генератор идей для просмотра, который поможет определиться с выбором в огромном каталоге. Ссылка и промокод в описании. Психологический триллер «Запертая» повествует о судьбе Кэтрин Картер, бывший телеведущий, которая после аварии страдает от синдрома запертого человека. Это очень редкое состояние, когда человек полностью парализован, но сохраняет способность двигать глазами и общаться с помощью специального устройства. Кэтрин не может ни произнести ни слова, ни пошевелиться, но в полной мере осознает все, что происходит вокруг. Фильм начинается с того, как Кэтрин попадает в больницу, где ей удается передать слово «убийство», обратившись к своей медсестре Нике. Нике решает разобраться в истории Кэтрин и выяснить, что же на самом деле с ней случилось. «Заперто» — это фильм, который стремится быть интригующим и напряженным триллером, но, по мнению многих зрителей, не оправдывает ожиданий. Сюжет довольно банален, фильм опирается на флешбеки, смену перспектив и тайный дневник, чтобы создать иллюзию загадки. Главными плюсами фильма можно смело считать игру Анны Фрил и Фамки Янсен, которые хорошо вжили свои роли. «Заперто» — это фильм, который мог бы быть гораздо лучше, если бы имел более оригинальный и продуманный сценарий. Впрочем, на мой взгляд, если рассматривать его в первую очередь не как триллер, а как детективную историю, он имеет все шансы скрасить ваш вечер. «Подельницы» — французский фильм-ограбление, который украдет ваше сердечко. Режиссером и исполнительницей главной роли является Мелани Лоран, известная по работе в таких фильмах, как «Бесславные ублюдки» и «Призрачная шестерка». Она играет профессиональную воровку, которая решает завязать с преступной жизнью. Но перед тем, как сказать своему делу «Прощай», она должна выполнить еще одно задание вместе со своей лучшей подругой и напарницей. Их цель — украсть из Лувра драгоценную картину «Большая Адалиска». Фильм радует своим динамизмом, юмором и драматизмом. В нем полно захватывающих и смешных эпизодов. Есть место и для трогательных сцен, говорящих о дружбе, преданности и материнстве. Между главными героями чувствуется потрясающая химия, их диалоги остроумны и задорны. Картина способна порадовать в том числе красивыми локациями и саундтреком от популярных исполнителей. Уверен, что эта лента продержится в топе Netflix как минимум еще несколько недель. «Продавцы боли» — фильм, основанный на реальной истории о том, как фармацевтическая компания заработала миллионы долларов на продаже смертельно опасного спрея с фентанилом, а потом столкнулась с обвинениями в преступлениях и коррупции. Режиссером картины выступил Дэвид Йейтс, известный по фильмам о Гарри Поттере и «Фантастических тварях». Сценарий фильма был написан по мотивам книги журналиста Эвана Хьюза. В центре сюжета Лайза Дрейк, которая переходит от работы официанткой к успешной карьере в Инсис, где становится одним из лучших продавцов мощного опиойного спрея. Но Лайза не подозревает, что Сапсис часто выписывается пациентам, которые не нуждаются в нем, и которые быстро становятся зависимыми, рискуя умереть от передозировки. Инсис же платит взятки врачам, обманывает страховые компании и скрывает информацию о вредных последствиях препарата. Когда в дело вмешивается правосудие, Лайзе придется решать, что ей важнее – деньги или совесть. «Продавцы боли» – это захватывающий и потрясающий фильм, который раскрывает темную правду о фармацевтической индустрии и опиойном кризисе в Америке. Фильм смешивает в себе элементы криминальной драмы, триллера и сатиры, создавая незабываемый и динамичный сюжет. Но будьте осторожны, он имеет рейтинг «Р» за нецензурную речь, сексуальные сцены, обнаженку и употребление веществ. «Знахарь» Польский драматический фильм основан на романе Тадеуша Доленги Мостовича, известного журналиста и писателя эпохи между двумя мировыми войнами. Главный герой фильма – Рафал Вильчур, блестящий хирург, который в результате несчастного случая потерял почти всю свою память, семью и карьеру. Он переселился в сельскую местность и стал заниматься народной медициной, излечивая местных жителей. Однажды он случайно встречает свою дочь, которая его не узнает, и решает попытаться вернуть свою прежнюю жизнь. Фильм повествует о том, как Рафал пытается разобраться в своем прошлом и настоящем, преодолевая различные трудности и опасности. Также он раскрывает некоторые секреты и ложь, которые скрывались от него много лет. Да, по сути, это ремейк того самого фильма 1981 года. Увлекательная и трогательная история о любви, потере и прощении. Фильм демонстрирует контраст между городской и сельской жизнью, современной и традиционной медициной, богатыми и бедными. Отличается хорошей игрой актеров, интересным сценарием и качественной режиссурой. Кроме того, в нем есть исторические и культурные отсылки, которые делают сюжеты персонажей более глубокими и живыми. «Слай» — это документальный фильм, который позволяет взглянуть на жизнь и творчество знаменитого актера, сценариста, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне. Он стал известен миллионам зрителей благодаря своим культовым персонажам и блокбастерам, от Рокки и Рэмбо до Неудержимых. В фильме мы слышим рассказы самого Сталлоне, а также его друзей, родственников и коллег по цеху, среди которых Арнольд Шварценеггер, Квентин Тарантино и Фрэнк Сталлоне. Фильм повествует о том, как Сталлоне преодолел трудности своего детства на адской кухне в Нью-Йорке, где страдал от насмешек, нищеты и дефекта речи, и достиг вершин славы и богатства в Голливуде, где сам прокладывал себе путь, создавал возможности и не сдавался перед препятствиями. Мы узнаем о его источниках вдохновения, мотивах, борьбе и успехах, о его личной и профессиональной жизни, о его художественном видении и наследии. Фильм не является ни хроникой, ни критикой. Это сбалансированный и уважительный портрет сложной и противоречивой личности, которая смогла добиться выдающихся результатов, но при этом не избежала огромных проблем. Это дань уважения его таланту и духу, а также почтение культовым ролям и фильмам. «Наэт» – биографическая драма, основанная на реальной истории американской пловчихи писательницы-журналистки Дианы Наэт, которая в 64 года стала первым человеком, переплывшим от Кубы до Флориды без защиты от акул. Фильм повествует о ее долгом и трудном пути от неудачных попыток в 70-х годах до финального триумфального заплыва в 2013-м, показывая физические и психологические препятствия, с которыми она сталкивалась. «Наэт» не теряет веры в свою мечту всей жизни, несмотря на сомнения и критику со стороны окружающих, а также на опасности, связанные с акулами, медузами, штормами и истощением. Фильм отличается от типичного спортивного биопика тем, что фокусируется больше на внутреннем мире и эмоциях главной героини, чем на технических аспектах заплыва. Режиссеры используют флэшбеки, новостные репортажи, музыку и закадровый голос, чтобы составить мозаику из жизни и воспоминаний на «Эт», а также передать ход времени и преодоленное расстояние. Он не претендует на безупречность или хотя бы объективность в изложении истории. Это скорее эмоциональный портрет, который создан так, чтобы прийтись по вкусу как любителям кино, так и любителям спорта. Смертельное приглашение. Экранизация романа «Маленькие подлости» Кармен Пасадос. В центре сюжета Агата фанатка true crime и автор подкаста, которая неожиданно получает загадочное приглашение от своей сводной сестры Оливии, богатой эксцентричной вдовы, живущей на роскошной яхте в Лос-Кабосе. Агата удивляется, почему Оливия захотела встретиться с ней после долгих лет разлуки и подозревать, что за этим скрывается тайна. Оказывается, Оливия пригласила на свою вечеринку еще несколько старых друзей, с которыми у нее есть свои счеты, и объявляет, что придумала для них игру, в которой один из них должен умереть. Вскоре саму Оливию находит мертвой на нижней балубе яхты, и на место прибывает полиция. Агата решает использовать свои знания true crime и помочь в расследовании. Смертельное приглашение – забавный и увлекательный фильм, который играет с конвенциями классического жанра детектива, с элементами черного юмора и сатиры. Фильм не претендует на оригинальности, но умеет держать интерес и интригу. Он легкий и приятный, дает современную интерпретацию жанра тайного убийства. Как видите, по оценке получил смешанные отзывы от критиков и зрителей, но стал одним из самых популярных и самых просматриваемых новых фильмов Netflix в разных странах. «Мертвая сестра» – новый фильм ужасов от Netflix, который является приквелом к фильму 2017 года «Вероника». Сюжет разворачивается в Испании с 40-х годов после Гражданской войны. Главная героиня Нарцисса – молодая монахиня, которая приезжает в бывший монастырь, превращенный в школу для девочек, чтобы работать там учительницей. Нарцисса – необычная личность, она была известна как святая девочка из деревни Перабласка, где творила чудеса и исцеляла людей своим прикосновением. Но ее дары привлекли внимание тех, кто пытался схватить ее и использовать. В монастыре Нарцисса сталкивается со страшной тайной, связанной с реликвией, потерянной во время войны. Она пытается раскрыть правду о загадочном прошлом этого места и защитить девочек от зла, которое таится в тени. «Мертвая сестра» – это довольно хороший фильм ужасов, который сочетает в себе элементы религиозного хоррора, тайны и мести. Содержит как эффектные, так и жуткие сцены, которые порадуют любителей ужасов. Для создания атмосферы широко использованы практические эффекты игрим, что придаёт реалистичность и тревожность, а также помогает избежать использования дешёвых трюков или ненужной компьютерной графики. Он не без недостатков, но всё же является достойным дополнением к испанскому жанру ужасов и удовлетворительным приквелам к Веронике. «В никуда» переносит нас в антиутопическое будущее, где Испания стала диктатурой, которая решила избавиться от детей, беременных и пожилых, чтобы справиться с нехваткой ресурсов. Главная героиня фильма – беременная Мия, которая хочет спасти своего будущего ребёнка. Она и её муж Ника планируют сбежать из страны и добраться до Ирландии, спрятавшись в морском контейнере на грузовом судне. Но военные разделяют их, и Мия остаётся одна в контейнере, который после шторма падает в океан. Ей приходится бороться за жизнь и себя, и своего новорождённого ребёнка, используя всё, что есть в контейнере, а также свои умы находчивость. Фильм – увлекательная и напряжённая история выживания, которая не даёт расслабиться. Он не стесняется показывать жестокость и ужас того, что переживает Мия. Голод, жажда, одиночество, галлюцинации. В никуда это захватывающее эмоциональное путешествие. Может быть, не самый оригинальный или реалистичный фильм, но определённо интересный и захватывающий. И на этом у меня сегодня всё. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»